Стартап Майкрософт значительно инвестирует в стартапах, скорее инвестирует не деньгами, а ресурсами. То есть мы им предоставляем весь спектр инструментов, которые у нас есть для того, чтобы на их начальном этапе, когда формируется бизнес-идея, когда они начинают делать свой прототип и так далее, они не думали о том, где им взять ресурсы, сколько за них платить и так далее. Для стартапов до момента, пока он не начал зарабатывать серьезные деньги, пока не появился оборот, мы предоставляем все бесплатно. Наш некий треш-холд, вот этот порог, когда мы понимаем, что стартап уже не стартап, это когда у компании появляется оборот более 1 миллиона долларов в год. Особый акцент был сделан экспертом на развитие умных технологий. Умный дом, умный город – все это позволяет не только автоматизировать происходящие процессы, но сделать их разумными и наиболее удобными. Подобные проекты разрабатываются и в нашей стране. Наша цель глобальная – это избавить человечество от обычных ключей, потому что они ненадежные, они, по сути, дыра в безопасности вашего дома, но не только дома, собственно. То, что мы делаем, мы разрабатываем умный замок и плюс к этому систему, с которой потенциально можно интегрировать другие умные замки и другие устройства, которые предоставляют доступ куда-либо. Наш стартап направлен на установку различных датчиков по периметру дома, чтобы в итоге отправлять на телефон хозяина необходимые данные о состоянии контролируемого пространства, а в дальнейшем и выполнять такие задачи, как, например, полив цветов, открытие входной двери и так далее. В своеобразной лаборатории, находящейся на территории центра Techville, разработчики должны будут создать готовый концепт и прототип своего изобретения. Четыре стартапа были отобраны из 15 идей для того, чтобы в итоге реализовать их при поддержке Национальной ассоциации компаний в сфере развития информационных технологий, а также Microsoft Украина. Мы хотим создать аппарат, при помощи которого мы сможем измерять показатели влажности и освещенности. Особенно полезным подобное изобретение будет для агрикультуры. Эти аппараты будут ежесекундно передавать необходимую информацию на сервер и таким образом повысят уровень сохранности растений или собранного урожая. Представляем проект, в котором будем разрабатывать трекер почтовых разных элементов. В принципе, там классика предназумевает, что есть только GPS-трекер, то есть через GPS передаются данные. Но мы предлагаем сделать с SMS передачи данных, который был бы real-time. Потом мы сделаем софт, который позволит клиентам, чтобы они каждый момент видели, что случается с их элементами, где они и когда они уже прибудут на конечную базу. Запуск стартапа подразумевает целый ряд обязательных действий. Многие начинающие бизнесмены ошибочно предполагают, что уникального торгового предложения будет достаточно. Если у какого-то человека есть мечта и есть цель, то она может превратиться в идею, в стартап и так далее. Но прежде чем организовать стартап вокруг этой мечты или идеи, нужно сделать несколько важных упражнений. Это понять, насколько вот эта идея будет релевантна какой-то целевой аудитории. Это то, чего, к сожалению, лишены многие стартапы. Они придумывают себе какие-то задачи, которые технологически очень крутые. Вот они красивые, можно сделать, не подкопаешься. Но эта идея реализовывается, а продать ее некому. То есть нет ни бизнесмодели, ничего нет. Поэтому в связи с этим нужно в первую очередь мечту и идею формализовать. Провести некое исследование. Понять, кому эта идея может быть релевантна, какие проблемы или задачи она закрывает. Если есть целевая аудитория, если есть конкретная проблематика, которую она решает, то это можно превращать в бизнес. Таким образом идеи, работоспособная команда, а также конкретный покупатель конечного продукта станут хорошим подспорьем для успешного стартапа. Поиск инвесторов будет следующим шагом на пути к реализации проекта. Когда финансирование найдено, необходимо создать прототип, рабочую, но не окончательную версию продукта. После этого начинается стадия тестирования и внесения необходимых поправок. Так, шаг за шагом, вы становитесь все ближе к запуску проекта. Опытные предприниматели утверждают, что высота взлета бренда определяется дальнейшими усилиями его основателей. Первые результаты могут казаться минимальными или недостаточными. Но и такие корпорации, как Apple или Amazon, не стартовали с многомиллионными продажами. Продолжение следует...